Зал полный. Зрители в предвкушении яркого шоу в царстве красоты и молодости. Традиционный первый тур, визитная карточка. За пару минут девушки рассказали о себе в стихотворениях и даже песнях. Второй конкурс – презентация будущих профессий красавиц. Главные роли девушки сыграли как настоящие актрисы. Оценивала выступление самых талантливых студенток компетентное жюри. Девять конкурсантов представили высшие и средне-специальные учебные заведения Анапы. И только шесть боролись за корону победительницы. Трое сошли с дистанции до финала. Месяц назад участницы выложили свои характеристики фотографий в интернете. И месяц шло голосование. После этого уже неделю назад были выбраны. И уже шла подготовка непосредственно здесь, на сцене мероприятия. Девушки удивили зрителей в творческом конкурсе. Евгения Чернышева танцевала и одновременно рисовала. Кристина Денисова показала световое шоу, сорвав овации. Кристина сразила всех своей улыбкой и обаянием. И в результате завоевала титул победительницы конкурса в номинации «Зрительские симпатии». Самое главное, мне кажется, это участие, а не победа. В заключительном конкурсе студентки дефилировали в платьях, сделанных своими руками из подручных материалов. Догадаться о том, что это проволока, картон, полиэстер или обои, можно только близко и пристально рассмотрев наряд. Произведение кутюрье, ручной работы, сложные и трансформируемые. Долгожданное подведение итогов, зал замер. Мисс студенчества 2014 года Анжелика Мативасян. Поет в ансамбле «Надежда России», студентка второго курса Российского государственного социального университета. Будущая профессия – программист. Главная ценность для Анжелики – семья. Считает ее победа в конкурсе заслуга всей команды. Мне помогали весь РГСУ, все мои друзья, родители, парень. Все меня поддерживали. Самое главное, без поддержки у меня бы не получилось. Помогали с творческими номерами, с визиткой. Без них у меня ничего не получилось. Девушки принимали подарки и поздравления. Дело время и не теряя ни минуты побежали готовиться. Кто-то к следующему конкурсу красоты, а кто-то к очередной сессии.